Рассказывать о подобных инсталляциях дело неблагодарное. Здесь минимум исторических артефактов, а главный акцент сделан на цитатах ученых, философов и священников. Название концептуальной выставки «В чем моя вера» авторы позаимствовали у Льва Николаевича Толстого. Именно так называется его религиозно-философский трактат, где писатель изложил свой взгляд на понятие веры в Бога. Слово «концептуальное» в ее названии очень важное. Это наша претензия на то, что людям тема важна. Вот этот вопрос, который мы здесь ставим «В чем моя вера», он каждого как-то заденет и заставит подумать. А вот сама выставка, она поможет, да, расширит поле этих размышлений, поможет направить их куда-то. Каждое изображение, каждая деталь этой выставки максимально наполнены символизмом. Будь то витрувианский человек Леонардо да Винчи, карточный домик, сложенный из подшивок журнала «Безбожник» или скульптура Дмитрия Шадра «Булыжник. Оружие пролетариата». Как музей исторический мы сосредоточились на конкретном периоде. Это рубеж 19-го, начало 20-го века. И момент, когда не только в России, но и вообще в Европе в целом населел такой кризис, в том числе и духовный. Ведь революции, войны, они не происходят только просто так, да. То есть им предшествует неспособность общества решить какие-то важные проблемы. Эта выставка – приглашение к размышлению на одну из самых сложных тем в жизни как отдельного человека, так и всего человечества. Авторы не дают готовых рецептов или подсказок. По их замыслу каждый посетитель должен сам ответить на вопрос «В чем моя вера?». Люди очень много веков, тысячелетий как-то выстраивали свои отношения, называйте, как хотите, с космосом, с Вселенной, с природой, кто как. Но вера, религия, думы о других мирах, потусторонних, о высшем, о каких-то вечных законах, о важных ценностях – это уже было всегда. Это сопровождает человечество в протяжении всей его жизни. Не обошлось и без применения современных технологий. Наведя телефонный QR-код, можно получить полный текст, из которого взята та или иная цитата. Выставка приурочена к освящению храма первосвятителей московских в поселке Горки-Ленинске. Это событие произошло ровно полгода назад. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.